МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Следуя за миссией не удалось, преступник пойман. В Дагестане нашли убийца руководителя общественной организации Кудрат. Получил деньги и угодил за решетку. Инспектора дагестанской таможни поймали на взятки. Обеспокоенные отсутствием полноценного медицинского объекта в поселке Ленинкент, люди готовы помочь новостям построить поликлиникум. В Дагестане нашли убийца руководителя общественной организации Кудрат. Об этом сообщает Следственный комитет по Дагестану. Мы уже сообщали об убийстве 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Обгоревшие трупы общественника нашли в его собственном доме в поселке Ленинкент. Следствие выяснило, что убийца поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Однако пожарные успели потушить огонь. В данный момент преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Инспектора дагестанской таможни поймали на взятке. По данным Следственного комитета, подозреваемый разрешил за определенный выкуп перевозку через российско-азербайджанскую границу 25 килограмм живых пиявок. За возврат товара он попросил 20 тысяч рублей, которые надо было перечислить на банковскую карту его знакомого. Водитель исполнил все требования инспектора, а затем сообщил о передаче взятки сотрудникам пограничной службы. Следователям Махачкалинского следственного отдела на транспорте продолжается сбор доказательной базы. Возбуждено уголовное дело. Вопрос о качестве саженцев – один из самых актуальных для садоводов и огородников. Недобровольные продавцы часто пользуются неосведомленностью большинства покупателей. Поэтому специалисты Ростельхознадзора республики периодически проводят рейды. Так, на Махачкалинском рынке номер 2 накануне инспекторы проверили качество посадочного материала плодово-ягодных культур и декоративных растений. Было выявлено множество нарушений. Предприниматели реализовывали товар без документов, удостоверяющих качество и безопасность саженцев. Кроме того, зафиксированы факты нарушения условий хранения посадочного материала. На недобросовестных реализаторов составлены административные протоколы. Жители поселка Ленинкент готовы помочь властям построить поликлинику. Обеспокоенные отсутствием полноценного медицинского объекта в поселке, люди обратились к нам в редакцию. По словам местных жителей, маленькая амбулатория, построенная еще в советское время, не в состоянии оказать медпомощь не на шутку разросшемуся населению. Как намерены разрешить этот вопрос? Соответствующие структуры смотрите в сюжете Хадижи Курбановой. Эта маленькая амбулатория собрала сегодня вокруг себя почти весь поселок. Люди обеспокоены. Впереди зима. На дворе бушующий вирус. А строительство новой поликлиники взамен тесной амбулатории им дождаться так и не пришлось. Очередь вот отсюда, начиная до калитки, бывает очередь. Очередь, одна врач, населения много. И пока скорая помощь приедет, тоже тут надо долго ждать. Придется нам пойти в сепараторную больницу туда ехать. Машины нет у нас. Туда ехать там. А с детьми куда-то туда, в пятую поликлинику туда ехать. Из-за этого при Васильеве тоже, при Амирове тоже, при Агдула Тупова тоже. Нам обещали эту поликлинику открыть. Медучреждение было построено около полувека назад. Тогда население Ленинкента не достигало тех внушительных цифр, что есть сегодня. Но за полвека поселок прилично разросся. Теперь здесь почти 40 тысяч жителей. Вместить и обслужить всех практически и физически невозможно. Оказывать всем медицинскую помощь здесь, мягко говоря, сложно. Здание не выдерживает никакой критики. Специалисты центра регулярно делают косметический ремонт. Но отсутствие кабинетов, необходимых врачей, как и отсутствие подобающего санузла, ничем не замаскируешь. Я обращался несколько раз к Салману Дадаеву и Васильеву. Вот ответ пришел Васильеву. От Васильеву по учету 19 сентября 2019 года, что в 2020 году у нас в поселке будет больница. Вот, больница. Но оказалось, что ненормативной документации нет, и в следующем году тоже планы не входят. Говорят, до нас очереди не доходят. Что уже о том, очевидно, что народ готов поддержать, мы говорим. То есть, пусть хотя бы нормативно-техническая документация приступит, пусть начнут, пусть опирается народ, мы готовы поддержать. 9 тысяч у меня пенсии, я сама каждый месяц 5 тысяч будут сюда давать. И все пенсионеры тоже согласны, все согласны. Мы сами будем открывать эту поликлинику тоже. Все ответственные структуры про острую необходимость новой поликлиники знают. Ответственные это Минздрав, Минэкономики и мэрия города. Специально по этому вопросу представители всех ведомств собрались вместе и провели совещание. Как выяснилось, объект не был включен в инвест-программу, потому как со стороны местной администрации не был выделен соответствующим нормативным требованиям участок. Мы при формировании инвестиционной программы этот объект не рассматривали, ввиду того, что решение по земельному участку, соответствующему нормативным требованиям для строительства там объекта, на тот момент не было принято. По словам министра, все готовы к работе и намерены решить застоявшуюся проблему. Но все упирается в землю. Пока не определен участок, строительство начать по закону невозможно. Площадь здания определил Минздрав. Свои требования структура огласила муниципалитету. Будем исходить из того, что 0,4 ГА требуется территория для размещения там поликлиники. Поликлиники на 200 посещений смены. Да, 100 посещений смены детская, 100 посещений смены взрослая. Она будет охватывать практически все узкие специалисты, в том числе и женские консультации. Сейчас администрация Махачкалы определяется земельным участком. В течение нескольких дней будет проверено его соответствие всем нормам. В администрации города есть земельный участок, который зарезервирован для строительства поликлиники в поселке Ленинкент. Но по нормативам Министерства здравоохранения площадь не хватает этого земельного участка. Сейчас в течение одного-двух дней мы будем рассматривать вариант увеличения площади данного земельного участка под нормативы, которые предъявляет Министерство здравоохранения. Таким образом, заверяет представитель администрации, новая поликлиника в поселке Ленинкент будет построена только в следующем году. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Ахтынском районе начали устанавливать так называемые умные приборы учета электрозатрат. Всего в районе планируют установить 2800 приборов, поскольку здесь зафиксированы самые большие показатели потерь. До конца 2020 года в районах республики будет установлено 16300 интеллектуальных приборов учета. Эта система дает возможность получать точные данные о затратах в онлайн-режиме и оперативно реагировать на нарушения. Кроме того, люди смогут выбирать свою собственную программу потребления. Программа рассчитана до 2024 года и в рамках нее предусмотрена масштабная реконструкция электросетей. Муфтия Дагестана издал новую книгу. Она посвящена жизни и творчеству великого ученого шейха, общественного и политического деятеля, выдающегося доктора Сайфулла Кади Башларова. Презентация состоялась в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история». Подробности расскажет Хамзанур Магомедов. Исторический день для всей мусульманской умы Дагестана. Впервые вышла в свет подробная книга о жизненном пути выдающейся личности конца 19-го, начала 20-го века Сайфулла Кади Башларова. Над составлением и изданием книги работали специалисты муфтията Дагестана. Нами было использовано большое количество источников, как рукописи, так и изданные источники, в частности из российских государственных архивов, из Саратовского государственного архива. Некоторые документы и джазы шейха Мухаммаду Салиху мы получили даже из Объединенных Арабских Эмиратов, копии этих документов получили, из Петербурга получили. И большое количество источников на арабском языке было использовано. Труды, известные труды шейха Сайфулла Кади, они у нас находятся в наличии, имеется в виду копии этих автографов, оригиналов, копии. И они тоже, соответственно, были немножко, в некоторой степени изучены и использованы тоже в работе. Мероприятие по стиле представители власти и общественности, религиозные деятели и ученые-историки. На презентацию приехали гости не только из разных уголков Дагестана, но и за пределы в республике. Он был, конечно же, очень выдающимся ученым шариата, знатоком шариата. Недаром он был выбран на определенный промежуток времени муфтием Дагестана и всего Северного Кавказа. Также он является ученым, который познал Всевышнего Аллаха. То есть все самые хвалебные качества, которые должен приобрести для себя мусульманин, в принципе, он приобрел. Личность Сайфулла Кады Башларова, она очень ценна для нас и изучение его жизни тоже очень ценно для нас. Почетные гости со сцены говорили о выдающихся качествах, способностях и достижениях Сайфулла Кады Башларова. На большом экране был показан мини-фильм, посвященный основным этапам жизни шейха. Он был первым, кто начал распространение шазалийского пути суфизма на Кавказе. Шейх посетил множество стран Запада и Ближнего Востока. Его имя известно во всем мире. В книге подробно повествуются не только о его жизнедеятельности. В издании также содержатся записи и наставления шейха ученикам и всем людям. Дается информация о его великих наставниках и преемниках. Издание содержит 175 страниц печатного текста и иллюстрации. Теперь оно доступно каждому в исламских магазинах города. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня исполнилось 83 года со дня рождения великого богослова шейха Саида Афанзи Черкейского. Его жизнь оборвалась 8 лет назад в результате чудовищного террористического акта. Он был одним из самых уважаемых религиозных деятелей Кавказа. Его гибель стала потрясением для мусульман Дагестана. На его похороны пришли более 100 тысяч человек. Многие эксперты в свое время считали его незаменимым лидером мусульман республики. Саида Афанзи был человеком, который направлял на верный, искренний путь. Был человеком, который придерживается умеренного ислама, далекого от экстремизма и терроризма. Молодым людям следует беречь себя, используя свой разум, особенно в наше время. Нельзя слушаться, кого попало. Вы же видите, как народ пропадает. Будьте осторожны. В нашем шазалийском Вирде после каждого сотого истихфара или салавата или зикру мы учим произносить «О Аллах, Ты моя цель, и лишь к Твоему удовольству я стремлюсь». Что же это означает и для чего мы это говорим? Дело в том, что люди, занимающиеся богослужением, подразделяются на три категории. Одни из них совершают его для показухи. Это все пропадет зря, и даже вот столько им не будет от этого пользы. Другие – чтобы достигнуть рая или уберечься от ада. Это вторая категория. А третьи – лишь ради довольства Всевышнего Аллаха. Они говорят «Иляхи анта максуди». Смысл этих слов – «О Аллах, я поклоняюсь, чтобы познать Тебя». Ни достижение рая, ни защита от ада не является моей целью. Моя цель – познать Тебя. Далее «Варюдакаматлюби». И то, к чему я стремлюсь посредством этого служения Тебе, лишь Твое довольство. Вот самый лучший и самый чистый избранный путь ислама. Шейх оставил после себя великое наследие. Тысячи учеников, сотни проповедей, а также десятки книг, такие как «Побуждение» вынять призыву Корана, «Истории пророков», «Сокровищница благодатных знаний» и другие. Саидафандия по сей день остается в сердцах тысяч мусульман по всей стране. Сегодня на 70-м году жизни скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протеерей Дмитрий Смирнов. Весной этого года он перенес COVID-19, однако его кончина оказалась не связана с этой болезнью. Русская православная церковь уделяет большое внимание просветительской работе, сохранению семейных ценностей и воспитанию молодежи. И в этом ее работа во многом созвучна с тем, что делают представители других традиционных конфессий. Именно этим направлением занимался и покойный протеерей Дмитрий Смирнов. Он считался одним из самых эпатажных церковных деятелей. Священнослужителя прославили яркие проповеди, содержащие в том числе достаточно резонансные заявления на тему религии. Он приковывал внимание общественности и своими высказываниями о мусульманах. И среди них бывают такие люди, просто с точки зрения Евангелия даже, наиблагороднейшие, наивоспитаннейшие. Ну, в метро. Кто тебе первый уступит место? Конечно, мусульмане. Священник был известен и своими многочисленными высказываниями о руле ислама в деле сохранения традиционных ценностей в российском обществе. Его мысли разлетались на цитаты и всегда вызывали бурную реакцию в обществе. Мусульмане скупают недвижимость очень активно и, в общем, они умные, образованные. Именно своим весьма необычным характером диалога с прихожанами Смирнов запомнился россиянам и представителям других конфессий. Для меня лично одно из, наверное, главных его качеств было, что он уже долгие годы действительно искренне отстаивал интересы традиционной семьи. Он семь лет возглавлял синодальную патриаршую комиссию по защите материнства, семьи и детства. И действительно всегда боролся за традиционные семейные ценности. Это, можно сказать, красной нитью прошло через всю его жизнь. В Махачкаре за два года благоустроено 67 дворов и общественных территорий. Работы были выполнены по программе формирования комфортной городской среды. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ведется также работа по созданию парковочных зон во дворах, установки детских и воркаут-площадок. Ведется также работа по созданию парковочных зон во дворах, установки детских и воркаут-площадок. Меняется освещение, обновляются газоны и зеленые насаждения. В некоторых дворах по просьбам жителей устанавливаются беседки. В ходе общения с жителями дворов учитываются замечания и пожелания людей, вследствие чего проекты корректируются. Работа по благоустройству ведется не только во дворах, но и в 12 новых скверах. Жителям Дагестана в течение шести дней будет запрещено посещать леса. Причина, по которой вводятся такие ограничения – опасность возникновения пожаров, сообщили в пресс-службе Даглесхоза. В список лесничеств с ограниченным доступом вошли Дербенская, Карабудахкенская, Каякенская, Кизлярская, Магарамкенская, Махачкалинская, Ногайская и Сергокалинская лесничества. В целях недопущения лесных пожаров в лесах республики будут проводиться опашки противопожарных минерализированных полос по границе примыкания к лесному фонду. 20 медалей разной пробы выиграли дагестанские дзюдоисты с нарушением зрения на чемпионате России. Турнир стартовал в городе Раменской Московской области 18 октября и завершился накануне. Команду Дагестана на этих соревнованиях представляли почти 30 спортсменов, большая часть из которых вернется домой с медалями. Итог выступлений республиканской сборной. 5 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. В своих весах на первую ступень пьедестала чемпионата России поднимались Абдулла Амаров, Руслан Албагачиев, Абдулла Курамагомедов, Ислам Джалилов, Аминат Магомедова. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова